Это реальность. А это та самая красивая картинка, на которую изначально ориентировался подрядчик. Два лечебных корпуса на 8 этажей, операционно-хирургические пищевые блоки, пункты дезинфекции. Строительство краевого противотуберкулезного диспансера на 500 коек началось еще в 2011 году. В ноябре 2011 года был заключен контракт с ОАО «Стройгаз» строительной организации. Контракт был заключен Управлением по здравоохранению Алтайского края, существующим Минздравом, на 930 миллионов рублей. В 2014 году была проведена корректировка проекта с учетом изменений немножко по сейсмике. Корректировка прошла госэкспертизу в 2014 году. И потом еще был в 2015 году еще на 380 миллионов заключенный контракт со «Стройгазом». Итого, общая стоимость контрактных работ, заключенная со «Стройгазом» Минздравом, так скажем, была на миллиард 300 миллионов рублей. Более трех лет работы на этом объекте вообще не проводили. Контракт с первоначальным подрядчиком был расторгнут. А в 2017-м, по словам министра строительства и коммунального хозяйства края, заключили новый с компанией «Селф». Денег народных мы из 660 миллионов вложили, что-то получили. Это что-то к моменту передачи в Минстрой, вернее, стройзаказчику передали. Через Минстрой, да, стройзаказчику. Единому стройзаказчику передали. За это время часть денег вложенных, сработанных действительно, оплаченных подрядчику просто обнулилась. Вот хочу понять, сколько денег потеряли. 20 миллионов, 30 миллионов, вот это все вывезенное, мусор, это сколько стоит. За это же все деньги заплачены. Большой урон зданиям нанес длительный простой. Объект по непонятной причине не консервировали, что привело к заметной деформации конструкций. Часть работ приходится выполнять заново, но приступить к ним в полной мере новый подрядчик не может. Проект после корректировки еще не прошел госэкспертизу. Необходимо достаточно серьезный темпы работы. На этот год 380 миллионов. Пока мы не укладываемся перед федерацией, на май месяц у нас отчет освоения федеральных средств. Финансируют строительство противотуберкулезного диспансера федеральные краевые бюджеты. Деньги огромные, но потрачены практически впустую, отметил губернатор. И это при том, что физиатрическая служба края по своему техническому оснащению очень изношена и подобное. Медицинское учреждение региону крайне необходимо. Но принцип мне представляется здесь должен быть такой. Уже накушались на этом объекте, поэтому 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Бумажечки к бумажечке, документы к документу, расчет к расчету, все должно быть ясно и понятно. Приблизительно в августе, это в лучшем случае, объекту выдадут государственную экспертизу. И только тогда здесь могут возобновить строительство. Тогда же станет известна и новая смета работ. Контролировать расход государственных и краевых средств будет лично губернатор Виктор Томенко. К 2021 году, спустя 10 лет с начала строительства, в крае появится противотуберкулезный диспансер. Если все будет, бумажка к бумажке. Елена Кузовкина, Николай Шилко. День с толком.